Здравствуйте! Меня зовут Волкова Елена Анатольевна. К ситуации, в которой оказались мы, я имею в виду себя и моих детей, имеет непосредственное отношение один человек. К сожалению, он является офицером, но я не могу говорить о том, что он офицер, потому как его поступок позорит честь мундира советского СДР. С его подачи Министерство обороны лишило законное право моих детей на жилье. На протяжении нескольких лет нас гнобили, нас душили судами. Они, кстати, что стремятся сделать? Отнять жилье у кого? У детей. И это идет с подачи офицера. Десять лет он жил с моими детьми под одной крышей, ел за общим садолом. И в результате что мы получили? Растоптал души. Люди, на сегодняшний день этот человек является преподавателем военного университета здесь, в Москве. Объясните мне, чему он может научить ваших детей, если моих, с которыми, повторяюсь, десять лет, жил, он растоптал и отнял право на жилье. Задумайтесь, люди, стоит ли своих детей отдавать на учебу в военные вузы. Очень сложная ситуация. Да, они получат высшее образование. Может быть, для семьи это недорого. А что дальше? Чему их научат такие преподаватели? Убивать? Терзать? Позор военному университету, коль данный гражданин по сей день является преподавателем. Позор вооруженным силам, которые способствуют развитию таких граждан. Скажите, у тебя ли ситуация кратко, что у вас случилось? Кратко. Вчера был суд третий. Выселить без предоставления жилья. Кратко. То есть это из-за чего вообще население? Почему? Данный дом, в котором мы проживаем, на сегодняшний день, сегодня еще, по крайней мере, относился, на сегодняшний день, не знаю, как ситуация обстоит, в Министерство обороны, в которой на законных основаниях с несовершеннолетними детьми я была заселена в сентябре 2000 года. Когда возникла необходимость, в 2012 году дом начали активно расселять, аргументируя это тем, что данное сооружение находится в аварийном состоянии. Мы выиграли суд в 2012 году. В решении было написано обеспечить жильем по договору социального найма. Вне очереди семья признана нуждающимся. Что бы прошло с тех пор? У нас появилось жилье? Нет. У нас появились очередные суды от структурных подразделений Министерства обороны. Вчера мы не смогли отстоять свою правоту. Знаете, я родилась в Волгоградской области, в этой стране, которая одно время называлась Союз социалистических республик, теперь Россия, училась в школе. И словосочетание «бывшая жена» мне знакомо. Но в судах неоднократно, в том числе и вчера, прозвучало новое для меня словосочетание «бывшие дети офицеры». Мне непонятно, как это так, дети могут стать бывшими. И бывшие. Но мы еще здесь, мы живы. Идти нам некуда. Мы будем приходить сюда. Третьи сутки мы осуществляем одиночное пикетирование. Никто из представителей власти к нам не вышел, не обратил на нас никакого внимания. Министерство обороны уклоняется от предоставления достоверной информации. Мы узнаем о том, что мы самозахватом заняли данное жилье и продолжаем жить там нелегально. Несмотря на то, что у нас есть лицевые счета, мы добросовестно оплачиваем коммунальные услуги и заселены мы были на законных основаниях. У нас осталось 10 семей, которых продолжают шантажировать. Среди нас сотрудники, гражданский персонал Министерства обороны. Среди нас жены офицеров с детьми, офицерами, сотрудник Министерства обороны гражданский персонал, многодетная мать. И среди нас офицер запас, инвалид. Как думаете, какое компромиссное можно прийти? А какой компромисс? Они теперь делят. Они поняли, что люди реально живые. А кто должен теперь город или Министерство обороны обеспечить нас жильем? Они делят. А у меня 13-го числа придут приставы и куда я должна пойти? Но уже сколько можно врать друг другу? Уже пора сесть, наверное, действительно за стол переговоров и посмотреть честно друг другу в глаза. Мы здесь. Мы живы. Нас 10 семей. Спасибо на улице солнце. Погода хорошая. Идти нам некуда. Мы будем отстаивать свое законное право. Мы много лет отработали на это государство. Являлись законными налогоплательщиками. И мы не требуем ничего сверхъестественного. Мы стояли в очереди, были признаны. Будьте любезны. Мы жители Большой Пироговки. Уже третий день стоим на пикете. Сегодня Леночка должна была стоять. Когда мы стояли у входного головного здания президентом, то нас вышел работник МВД и как бы ножками сама отсчитала 50 метров и поставила здесь. Вот печально. Посмотрите. Мы не одни. Уже очередь на пикет становится. Это очень печально, что народ вынужден вот так вот добиваться правды. Но по поводу Большой Пироговки я уже интервью не раз давала. Я бы хотела все-таки опять-таки вернуться к истории. Какой истории? Чтобы немножечко поднять нашу ситуацию. Какой истории? Что у нас был приказ министра обороны Сердюкова. Не приказ. Было требование номер 205. И вы знаете, вот к Сердюкову я не имею никаких претензий. Я даже сказала молодец. Это требование состояло из 5 пунктов, которые было составлено. Его требования. Он просил расселить жильцов в согласии с жилищным законодательством Российской Федерации. В этом требовании было 5 пунктов. Первый пункт это то, чтобы создать комиссию, на основании которой комиссия установила, что здания по Большой Пироговке непригодны к жилью. Вот на основании этого потом был создан приказ и было установлено, что здание аварийное. Приказ номер 162. Вот на основании этого требования. Второй пункт, вот заметьте второй пункт, он дал задание пресс-секретарю и Шевцовой возглавить другую комиссию жилищную, чтобы распределить всех жильцов по категориям и создать реестр из списки. И всех расселить, что впоследствии и было сделано. Люди были разделены по категориям и выдавались ордера. Выдавалось, как я уже говорила, в пределах 800-805 ордеров. И все жители выезжали, никого не надо было выселять, никого не надо было выгонять. Все были радостные, поздравляли друг друга. И когда дошла категория до жителей с постоянной регистрацией с московской пропиской до Москвы, эту категорию начали выселять Балашиха, Химки, Кузнечики, это Подольск. И город Балашиха, это вот ясно, Подмосковье. И тут вот немножечко люди восстались, сказали, что не пойдут туда. И вот тогда начались суды. И вот эти суды в 2012 году, конечно, большинство жителей суды, ну как я говорю, не юридическим языком, выиграли. Выиграли как? Что нельзя выселить жильцов без предоставления другого жилья по договору социального найма. Вот, ну, лично моей семье так вот тоже было выделено. Трехкомнатная квартира, причем с мужем, с которым я уже на то время пять лет была разведена. Ясное дело, мы отказались от этого, первая причина. Вторая причина, это то, что мы, значит, москвичи, и оба были пенсионеры. А пенсия в Балашихе тогда была 8 тысяч, а мы тогда получали 14. Сейчас я получаю пенсию 23, но в Балашихе не буду говорить, там всего 10. Вот, представьте, по каким причинам. Многие могут сказать, да, мол, давали трехкомнатную, пошла бы ты туда. Но, извините, если бы вы имели постоянную регистрацию с 1987 года, вы бы пошли туда. И поэтому пошли суды, и суды эти продолжаются вплоть до 2019 года. Вот 9 лет мы ждали, но 2012-го нам должны были дать. Вот опять к истории возвращаюсь. Что произошло? Нам должны были дать. Но Сердюковы тогда ушли. А ушли, почему, я не буду говорить. И пока нового министра назначали обороны, значит, аппарат Шойгу, бюрократы не дремлили. И мы в результате через год увидели по вести, передали такое, что начальник ДЖО и начальник Славянки, куда мы относились в Большая Пироговка, были посажены за продажу 150 квартир. Вот. А когда мы стали писать жалобы, всякие письма, вот это по круговороту везде, что почему нас до сих пор не обеспечивает, то они говорили, нету Министерства обороны жилья. Да, наши, я так предполагаю, что вот эти наши квартиры в том числе были проданы. Но мы чем виноваты? Что кто-то продал квартиру, а мы вот так вот повисли в воздухе. Так в 19-м году опять-таки есть жилье у Министерства обороны, лукавят. Но опять-таки не выделяют, и начались снова суды. И опять-таки к жильцам с постоянной регистрацией, как, например, у меня и у других жильцов. Но я к Шойгу сейчас тоже считаю, что он как министр обороны поступил правильно, потому что разведка мне донесла, что на наше расселение выделено 200 квартир. Вот. А уже там чиновники как там выполняют этот приказ? Вот видно по нам. Потому что 200 есть, но не нужно нам 200. У нас от силы-то 10 человек всего осталось семей. Нас осталось очень мало. А с постоянной регистрацией и того мало. Мы единственное, что просим. Ну создайте комиссию, как при Сердюкове. И разберите, посмотрите наши документы. Я уверена, что из 10 семей, которые мы предполагаем, должны получить жилье, останутся половины, может того меньше. Но сделайте этот шаг. И этот шаг-то не делается. Но и по ходу, я бы хотела сказать, я везде в документах представляю с 2010 года. Вот я пенсионерка, репрессированная. Я нигде это никогда не афишировала. Вот только начиная с 2017 года я первый раз сказала, что я репрессированная. Но представляла везде вот эти документы свои. И вот очень печально. Никто на это не обращает внимания. И главное, тоже Министерство обороны. Это что значит мы? Значит, сейчас будем, забудем про репрессированных. Про ГУЛАГу, Бутовский полигон. Моя мама тоже репрессирована. Я сейчас объясню. Вчера мне вообще задали прохожих, что такое репрессированное? Что это такое? Многие даже этого и не знают. И я стояла, объясняла, что репрессированное, но я лично, как репрессированное, это судом было доказано, это удостоверение я получила через суд. Это значит дети, рожденные в местах свободы лишения с родителями, тоже являются репрессированные. А родители мои репрессированные, да, посмотрите на меня, я кореянка Ким Аида Анатольевна. Мои родители с Дальнего Востока. Были в 1938 году, папа и мама насильственно выселены со своими родителями, значит это были регион Казахстан и Узбекистан. Вот семью моих родителей располовидели, половину бросили в Казахстане и половину в Узбекистане. Вот тот, кто в Узбекистан попал, им как-то больше повезло, потому что там было тепло и было очень много растительности и как бы они были выброшены в поле, где росло, ну в болоте, в одних камышах. И они выжили за счет растительности, а в Казахстане это был холод. И там больше половины родственников моих родителей, они просто погибли от голода и от холода, потому что дорога от Дальнего Востока до Казахстана и Узбекистана шла полторы, а то и два месяца. Эта дорога была через Байкал и вот когда я была маленькая, бабушка всегда со слезами рассказывала, как они ехали через Байкал и там был перевернут целый вагон состав, который их людей до них вывозили. И лежали трупы, валялись. Вот. И вот это страшно, она всегда со слезами плакала. Тогда я была девочкой. Я это как бы слушала, но как-то до меня это так сильно не доходило. А с возрастом, как бы с опытом я стала понимать, что это происходило. Ну это есть фильм, который фильм снят про всех этих переселенцев. Просто я хочу объяснить, кто такие репрессированные корейцы. Ну были также репрессированные немцы, которые все оказались в Волгограде. Ну их переселение было в сторону Волгограда. Так и называется волгоградские поселения немцев. Я хочу сказать, что вот этот вот приказ 162 о том, что здание является аварийным и непригодным, мы проживаем уже 9 лет. С 2010 года, по сей день мы живем в угрозе для жизни. Там написано, нельзя проживать, это угроза для жизни. Вот, так я считаю, там уже и компенсация 9 лет полагается, потому что многие заработали там болезни. Вот семья ГОТ, у них астматики, чисто вот потому, что проживание в Большой Пироговке. Три семьи, которые выехали в Балашиху, тоже больны из-за места проживания в аварийном здании. Я считаю, что нас сейчас обзывают захватчиками, мошенниками. Так это же ложь, неправда. Потом говорят, что мы не состоим на учете в Министерстве обороны по жилищному условию. Так это же тоже неправда. В 2012 году, значит, нам давали жилье. Тогда можно было, и мы состояли на учете, да? А вот стал 2019 год, закон жилищный не изменился. Как он был в жилищном полгода, так он и остался. А теперь мы не состоим на учете. Но я хотела бы еще обратиться к нынешнему теперь начальнику университета Мишуткину. Я уже говорила в одном интервью, что вы выводили наших бойцов с Афганистана. Помните, мы в 2012 году с вами встречались. Я как раз во время войны проживала в городе Тормезе, в Афганистане. И вы вывозили, кромок читается, что вывозил последний, вывозили вы. Наших солдатов не оставили. Вот прошу вас, мы работники Министерства обороны, университета, не оставляйте нас. Скажите, что мы состояли у вас на учете и были. Во-первых, мы занимаемся данной проблемой. Я представлюсь, Резя Пафельдар Венерович, председатель партии ветеранов России. Мы занимаемся данной проблемой уже с февраля месяца 2019 года, когда к нам поступило обращение жителей Большой Пироговки. Ну и, конечно, мы отреагировали с обращениями на все инстанции, силовые ведомства, государственные учреждения. То есть это администрация президента Российской Федерации, это Государственная Дума Российской Федерации, это Уполномоченная по правам человека, СПЧ, Совет по правам человека Федотова, Кузнецова и так далее. Ну, реально видим объективно сегодняшнюю реакцию, что СПЧ читалось официально, что Министерство обороны Сергей Хужегедович Шойгу издал указ, приказ, чтобы жители из Большой Пироговки, кто находится на стадии выселения, то есть приостановить данные действия. Ну, на сегодняшний день уже у нас и у нас есть официальные ответы, военные прокуратуры города Москвы, там уже указано, что 73 семьи уже сегодня выселены, а остальные, как выселялись, как судебные дела шли, так и идут у них судебные дела. Многодетную мать, как судят, так и судят по сей день, репрессированная здесь Аида Анатольевна Ким стоит, как выселяют, хотя, то есть попадают под выселение, хотя имеется и договор социального найма, и неоднократно было судебные заседания, и подтвердили, что... Да, пять судебных заседаний, и подтвердили, что суд в первую очередь о том, что она имеет полное основание проживать в данной квартире, почему идут снова повторные суды, то есть вопросов остается очень много. Я четко понимаю, что, еще раз говорю, сегодня вместо одного общежития мы получили 14 общежитий. Под этими общежитиями есть определенная группа лиц заинтересованная, то есть рейдеры, я хочу сказать, те, которые занимаются конкретно выселением жителей, пренебрегая как бы, то есть федеральными законами, нормативно-правовыми документами, не реагируя ни на депутатов Государственной Думы, то есть на государственные институты, ну чувствуется, мы понимаем, что это стоит больших денег, то есть за этим стоят большие огромные деньги, но наши походы, они дают, конечно, вот наши походы в Государственную Думу, жители общежитий и в администрацию президента Российской Федерации мы обращались о том, что жители 14 общежитий просят разобраться в сложившейся ситуации, создать там рабочую группу на федеральном уровне, потому что эта проблема, я считаю, она не только там у нас на территории города Москвы, она в целом происходит на территории Российской Федерации, ну и с этим изуидством, то, что сегодня происходит, еще раз говорю, необходимо бороться, не нужно опускать руки, дорогу оселит идущий, надо отстаивать свои интересы, то, что вы сегодня делаете, но я считаю, что это уже вынуждено, вынуждено, потому что сколько мы не обращались, куда бы ни обращаемся, везде, к сожалению, пока идут, ну, идут только дни обещания.